Музыка 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 кружками. Рисование, пены для бритья, тип самоделирования, шитье, лепка. В здании центра есть даже своя телестудия, где воспитанники записывают лесные новости. Каждый здесь найдет занятие по душе. Раз в смену ребятам устраивается квест, который заканчивается ночевкой в палатках. Для любителей домашних животных контактный зоопарк с гусями, утками, кроликами. В Министерстве охраны здоровья маленькие чиновники расслабляются и отдыхают после решения разных проблем. Большим спросом у них пользуются кислородная маска и кедровая бочка. Кедровая бочка – древний славянский метод. Раньше это было в виде бочки, прямо сажали. Сейчас немножко такая модернизированная конструкция. Отдельно там стоит фарогенератор. При температуре, ну там выставленная температура, сейчас 30 градусов. Можно до 40-45. Детям это уже достаточно горячо. Ребенок там находится, голова снаружи, то есть в обычном воздухе, а тело все окутывается именно самим паром. Кормят в центре, как и на хорошем курорте, шесть раз в день. Овощи прямо из огорода. Растят их все те же маленькие министры. За проделанную работу в смене ребят награждают не только сувенирами, но и заработной платой – центиками. Получить их очень просто. Необходимо продать свои подделки или выращенные огурцы и баклажаны другим воспитанникам. Всем приглашенным гостям захотелось хотя бы на несколько дней остаться в этом чудесном месте. Ведь там все как дома. Я очень много увидела интересных моментов. Мастер-классы, лаборатории и медицинские, творческие, воспитательные, дополнительного образования. Мы счастливы, что наши 20 с небольшим детей сегодня на этом лагере занимаются. В начале июня Сбербанк предоставил банковскую гарантию Центру реабилитации и образованию номер 7. Благодаря ей теперь там могут находиться дети не только из Москвы, но и области. Сейчас здесь проводят летние каникулы 127 человек из разных уголков Подмосковья и районов столицы. Среди них 20 ребят из Одинцовского района, которые также приехали отдохнуть и поправить свое здоровье.